Всем привет! Что-то у нас опять похолодало. Опять пришлось надеть куртку на балкон. Кофе, не лимон, а апельсин плавает. Специфический, конечно, вкус. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Из хорошего, наконец-то, мне удалось собрать композицию. Осталось, на самом деле, две заготовки. Всего лишь из коробочек липовых. Как упёрница. И на магните, и вот такая маленькая шкатулочка. Она без магнита, достаточно тонкие стенки. Поэтому тут особой какой-то резьбы не получится. По поводу вот этой шкатулки, хотела сказать. Это, конечно, к мастеру претензии. Так, в принципе, шкатулка хорошая, но я бы не сказала, что она особо аккуратно выполнена. Во-первых, она стоит, по-моему, если я не ошибаюсь, что-то рублей 400. Выпал магнит. Точнее, он там и не был никак закрепленный. Я так думаю, просто просверлили, засунули магнит. Ну, слушайте, я плачу 400 рублей и хочу, чтобы, блин, всё было вклеено. И держалось. Вот, представляете, я сделаю шкатулку. У меня, например, он бы не вылетел. Вот, он не с первого раза вываливается. Там, не знаю, на десятый, наверное. Вот, уже начал потихоньку вылупляться. И я сделаю шкатулку, продам её. Причём, конечно же, не за 400 рублей, как сама шкатулка. Там, в три раза дороже. И у человека просто раз и вылетит магнит. Вот, пожалуйста. Это чё такое? Ну, вот так вот делать нельзя. Понятно, что я всё вклею. Ну, это как бы просто подстава у меня как мастера была бы. Вот и всё. Ну, очень неприятно. Особенно если учесть, что... Я понимаю, если бы это было какое-то китайское ГЭ, и я бы купила это где-то за 50 рублей. Но это не так. В общем, эта шкатулка ещё требует доработки. Но это ладно, это отступление. У меня больше вопрос к вам. Какую идею здесь можно вырезать? Не знаю, у меня что-то кончились идеи. Это купюрница. То есть здесь не будет рун. Это будет просто шкатулочка. И на ней надо что-то вырезать. Не знаю, какие мотивы взять. Может быть, что-то из мифологии. Может быть, что-то из узоров. Геометрию не хочу. Что-то у меня не получается красивой составлять композиции именно от узоров. А брать чужое тоже я не люблю, не хочу. В общем, надо что-то такое. Короче, плоскоревельефное. В общем, жду идеи. Может быть, что-нибудь подскажется. Вернёмся к нашей шкатулочке сегодняшней. Это маховой агат. Вот здесь будет накрустация. А это символ спиралевидной. Надеюсь, видно. Здесь. Это трифот. О нём я чуть позже расскажу. И кому интересно, пока буду тут вырезать. Потом за кадром запишу. И ещё такой вопрос. Вам ещё интересно, чтобы я рассказывала про символы, которые я там добавляю, вырезаю, ещё что-то делаю. Потому что я не беру просто картинки какие-то. Я конкретно беру символы. Символы что-то означают, на что-то влияют и прочее. Разные там... Я беру разные мифологии, разные символы и, в общем, разную культуру. Вам вообще интересно про это слушать? Или, как бы... Я могу, конечно, говорить, там, вот, взяла загогулину, вырезала первопопавшуюся. Но, как бы, на самом деле, это будет неправда. Потому что всё, я ничего не делаю без смысла. Вот. Добавлен крустацию махового агата. И уже здесь сделала разметку. Будут тоже волны. Мне понравилось что-то такие абстракционные, волнообразные узоры делать на шкатулках. Ну, я думаю, что можно приступать. Итак, вернёмся к нашему Трифоту. Он достаточно древний. Считается, что у него скандинавские корни, но существуют и другие версии. Также его относят к грекам. Вообще, Трифот оказывает большую помощь своему хозяину. Он помогает отрешиться от всех проблем и относиться ко всему с оптимизмом. Люди становятся увереннее в себе. Особенно те, у кого тонкая душевная организация и кто очень эмоционален. В общем, жизнь становится комфортнее и в духовном, и в физическом плане. У кого есть такой талисман, обретает большую силу воли. Это позволяет им выставить в любых сложных ситуациях и добиваться поставленных целей. Кстати, очень хорошо, если этот знак используется на древесине. В Скандинавии верили, что он уберегает от неприятностей и зла. Он обозначал единство воды, земли и духа. Ну, вы сами видите, что он поделен на три части. А вообще, его активно использовали в Индии, Персии, Тибете, Японии и даже Америке. И, кстати говоря, и славянские народности применяли этот символ, чтобы уберечь свои семьи от всего плохого. Ну, вообще, как со всеми амилетами и талисманами, самое главное – это верить в успех и не желать никому зла. Высшие силы обычно помогают людям, которые чисты в своих мыслях, в своих действиях и так далее. Если человек так себе, в принципе, в жизни ему никакие, собственно, талисманы и не помогут. Вот. Поэтому, в первую очередь, нужно быть добрее, хорошо относиться к людям, помогать по возможности. И тогда те невидимые силы, которые нас окружают, будут помогать. Просто нужно быть человечным. Вот и все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Так, ну что, практически готова наша шкатулочка. Единственное, что я вот здесь докопалась до склеенных частей. И здесь, поэтому вариант с морилкой уже не прокатит, внутри этого ничего нет, там все нормально, снаружи есть. Поэтому мы возьмем поклевку по дереву и затем будем покрывать черной грунтовкой. вот, а дальше посмотрю, надо будет как-то выделить, может быть, покрою белой краской, а потом шлифану, чтобы докопаться до черного грунта. Ну, в общем, посмотрим, как будет выглядеть. Вообще, не люблю, конечно, закрывать дерево краской, но здесь уже просто без вариантов. Будем исходить из того, что есть. Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Так, ну что, вот и готова наша шкатулочка. Поклеили камушки. Я сшила очередной мешочек для рун, туда их уже положила. Вот они там прекрасно уместились. Вот они там прекрасно уместились. Всем спасибо за просмотр, отдельное спасибо всем, кто лайкает и комментирует. И жду ваших идей для вырезания на следующих шкатулках. Всем хорошего настроения и до встречи!